Друзья, коллеги единомышленники, с вами я Михаил Шилов, автор проекта Макибара.ру Настало время повторить, наверное, ту важную сентенцию, что правильная, хорошая, другая Макибара нужна в подготовке абсолютно любому бойцу, который исповедует направление ударных стилей. Вот это уже стало притчей во языцах, то, что Макибара – это снаряд для каратэ. Больше скажу, что каратэки в последнее время тоже стали забывать, что такое Макибара, сильно привлекаясь спортивными направлениями. Но это притча во языцах для не специалистов, для не знающих абсолютно людей, для тех, кто постоянно в теме и в тренде, наверное, заметили, что за последние годы, наоборот, тема Макибары стала набирать большую популярность. И в последнюю очередь это происходит благодаря мне. Я Михаил Шилов, автор, разработчик и изобретательный Макибар МБШ и Камертон Шилов. Это Макибары другого типа с регулировкой жесткости и упругостью сопротивления. Отдельно, и более подробно об этих Макибарах вы можете узнать на сайте makivara.ru и на канале на Ютубе, который посвящен тоже Макибаре, а также в моем оплэйлисте Макибара на канале на Ютубе. Но я хочу сказать, что, понимаете, были времена, когда боксерский мешок тоже не признавался в подготовке этими мотадептами восточных боевых единоборств. Не признавалась ни пневматическая груша, ни работа на лапах, ни что-то еще. Существовали какие-то прерогативы для работы на снарядах, которые люди использовали характерно для своих стилей и направлений. Но за последние десятилетия интеграция стилей, она приводит к тому, что люди заимствуют в своей подготовке различные и методики работы, и снаряды, и техники, и так далее. То есть все становится унифицировано. И такой уникальный снаряд, как у пробы Ямакибара, незаслуженно забываемый какое-то время, он сейчас находится на новом каком-то подъеме. То есть это не плато, это наоборот экспоненциальный рост. Почему? Потому что если снаряд действительно хорош, он должен обязательно, ну он это и есть, ну то, что должен, это и есть, набирать свою популярность. Почему же снаряд настолько актуален и необходим? Дело в том, что сейчас набирают огромную популярность такие виды боевых искусств, как ММА и различные смешанные стили. В этих видах боевых искусств работа ведется практически голыми руками. Или в таких незначительных накладках, которые руки защищают, ну так, значит, относительно. То есть они защищают их больше от сечек, то есть защищают смоткожу, но они защищают руки от серьезных каких-то повреждений, если кулак или кисть неподготовленных ударов. То есть если удар приходится в незапланированную мишень, и удар приходится в лоб, в локоть, в колено, в альбуристос большеберцовые кости, в свод череп, да незапланированных, то, да еще и незакимированный рукой, и незакрепленный, то кулак просто разлетается обхват, потому что удар очень мощный, очень хорошо поставленный, что сродни очень хорошему заряду в патроне, то есть много пороха, хороший ствол, хороший выстрел, мощный, который может все разрушить, а пуля из-за льда, из хрусталя, не знаю, из свинца мягкого или пластилина вообще, понимаете, да, и в итоге пуля разрушается. Она способна нанести серьезные повреждения, но она повреждается сам, и это неправильно, это дело, это лишает боевых искусств, такой важной составляющей, как оружие. В любом боевом искусстве прежде всего есть оружие, ну понятно, в тех видах, в которых, то есть, в раках, ну там присутствует реально, там имеет это все не переносное, а самый прямой смысл. То есть, если это, предположим, хэндо, то это меч, да, если это, там, фехтование на шестах, это бо, джо, там, не знаю, еще какой-то вид. Вот, если это кабудо, то там различные другие виды обнаружения. Для мастера же боевых искусств, которые исповедуют бой голыми руками, оружием являются его руки, ну или ноги, то есть ударные поверхности, которые непосредственно являются частями его тела. То есть, у него нет ничего искусственного, чем бы он носил удар, естественные его анатомические структуры. И вот, если в боевом искусстве оружия нет, то боевое искусство просто профанируется. Чтобы этого не происходило, чтобы профанации не происходило, в боевых искусствах, где оружия нет, должно быть оружием в виде собственных ударных поверхностей. И вот, только работа на своих снарядах способна формировать такие ударные поверхности, формировать такие ударные слюно, формировать такие ударные части, которые будут сродни, настоящими, разрушительными оружиями. Вот это очень важный момент. Поэтому, если люди занимаются боевыми искусствами, как это, боевыми направлениями, а не чисто спортом, в котором там важно набирать очки, там, дриблинг важен, какая-то только тактика, смей стратегия, но и не важно, какая-то прикладная составляющая, которая может даже в жизни и не пригодиться никогда, то искусства как такового там нету. Ничего плохого в спорте нет абсолютно, понимаете? Так то же самое положено, если люди занимаются всю жизнь кристалланием с миспочан, да? То есть, на абсолютно безопасном оружии, как стоят эти колбаса какая-то поролоновая, там, все такое прочее. Все это нормально, вполне, понимаете? Но до тех пор, пока не будет в руки взято реально жесткое оружие, которое можно наместить серьезные травмы, понимание о том, как работает оружие, не придет. Поэтому человек, который собирается серьезно заниматься ударной подготовкой, должен обращаться к такой теме, как укрепление ударных поверхностей и постановка максимально сильного и пробивного удара. Снаряды для этой цели существуют огромные множества. Это различные и тяжелые мешки, и настенные подушки, и так далее, и так далее, и так далее. Но ни один из снарядов не обладает такой темой, как упругость реальная. То есть, упругое сопротивление, которое экспоненциально нарастает, а по мере деформации снаряда. Вот, понимаете, если, предположим, у вас есть какой-то мешок, скажем, тяжелый, ну, песком насытом, он вообще деформируется буквально на миллиметр. Если же это мягкий мешок, то он будет деформироваться намного глубже, но он не будет давать свое сопротивление с самого начала момента контакта. Понимаете, то есть, если мешок мягкий, то он настолько мягкий, что первые несколько сантиметров, если он заминается реально на 10 сантиметров, то первые несколько сантиметров он должен вообще проминаться как бы никак. То есть, не встречает сопротивления совсем никак. Если же это мягкий мешок, который будет оказываться мне сопротивлением, то здесь все наоборот, он будет очень жесткий, он не будет заминаться на 10 сантиметров. Вот это вот очень важно понимать. И только упругие, то есть, наряду, упругие макевары способны с самого момента контакта начать оказывать реальное сопротивление и сохранять его, либо до точки произвольной макостановки, то есть, угарки, либо до того момента, когда будет исчерпана возможность самой деформации как таковой. То есть, если это макевары без ограничителя, то она сломается, ну, если она довольно жесткая и очень плохо гибкая, да. Либо вот как макевары МБШ и Камертон, конструкции мои, они встретят сопротивление подбойника. То есть, в боек врубятся в отбойник и все. На этом, собственно говоря, произойдет остановка. Приема уже непроизвольна. Вот, значит, так работает, соответственно, макевара упругая. И чем она еще ценна? Тем, что, понимаете, у макевару удар наносится реально в жесткую мишень. В жесткую. Ну, мешок он, если мягкий, то не мягкая мишень. Макевара – это жесткая мишень. Ну, из-за того, что она жесткая, это оказывает очень правильное понимание прихода к ударной поверхности темной мишени. Из-за того, что она плоская, это тоже самое важное, вы учитесь правильно представлять ударную поверхность, опять же, на мишень. То есть, вы руку правильно приводите на мишень теми структурами, которыми необходимо. Так как макевар колеблется только в одной плоскости, это тоже приводит к такой структуре теме, что вы учитесь прикладывать свою силу в зависимости от угла, под которым вы располагаетесь, от макеваря, под определенным углом, таким вот образом, чтобы забивать удар перпендикулярно поверхности мишени. С любого угла, который только есть. То есть, вы умеете приводить руку на мишень так, как надо, и из любого положения, чтобы она легла правильными костяшками, с правильным распределением силы и так далее. На мишке вы этого не сделаете, особенно, если вы еще работаете в Икорчатке и во все-таки. Там какие-то погрешности в 2-3 градуса, даже в 10 иногда, не влияют абсолютно никак. Вам все равно будет казаться, что вы бьете сильный и мощный, хотя вы бьете и, предположим, и даже пусть и сильный и мощный, но он теми не станет, и не под теми чувствует углание. Соответственно, вы теряете силу, потому что не вкладываете ее точно к перпендикулярному мишени. Оно у вас распространяется под разными углами, по касателям, и действует уже только роднодействующая, которая всегда по себе меньше, чем целенаправленное поступательное самодействие, когда вы всю массу тела вкладываете в удар, действие однонаправленно, как массой тела, так и самим сабвектором отложение силы в приеме. Это очень важный момент. Вот это понимание. То есть вы бьете по жесткому, но в то же время жесткая макевара бьет себя как мягкий снаряд, потому что она упругая. Это тоже принципиально, это важно. Вы бьете по жесткому, бьете себя как мягкий, поэтому вы травму не получаете. Так как макевара оказывает сопротивление с самого начала и до конца, у вас вырабатывается важнейший аспект постановки приема. Вы учитесь пробивать удар на определенную глубину, не сбрасывая всю силу приема на поверхности контакта. Это принципиально важно, потому что одна из самых остальных ошибок при работе на снарядах, это то, что если снаряд далеко не пробивается, то и сила сбрасывается, вырабатывается самонавык, сбрасывать ее либо на поверхности мишени, либо недалеко от этой поверхности. В итоге деформируется понимание того, насколько глубоко нужно пробивать. И человек, который наносит удар, бьет по противнику с расчетом тех дистанций, которые выработал при работе, предположим, на мешке тяжелом или на подушке с мимостеном. В итоге что получается? В итоге он не вкладывает удар в глубину. Если по голове это нормально работает, то при ударе в корпус могут оказаться на корпусе по косинке, но не будет ни пробитого живота, ни сломанных ребер, для того, что делает удар по-настоящему разрушительным. Ну и если рука защищена и перчатка большая, делает его по-настоящему нокаутирующим. То есть, одно дело, конечно, по месту попасть, четко по печени, в солнышко, когда глубоко проникать не надо, он лежит прямо на поверхности. Другой вопрос, когда вам достаточно попасть в любую часть буквально тела для того, чтобы подвести противника. Вот это говорит о том, что удар по-настоящему и сильно поставлен. Вот. Так вот, из-за того, что макивара деформируется, вы учитесь на глубину пробивать, вы не сбрасываете удар на поверхности контакта, и у вас на всей дороге от момента контакта и до момента произвольного завершения вашего удара и непроизвольного, когда вы там уперлись в какое-то сопротивление, там пробили до позвоночника и животного с вашего глаза. Это как бы фигура речи. Вот. У вас мышцы не выключаются, они формируют определенные темы. Больше того, они не то, что все закрепощаются в этот мир, они еще продолжают работать, подключаясь к последователю. Ну, вы можете представить себе, как, например, на таком примере, как человек поднимает шкаф или выжимает штангу. Если бы он включал одновременно все мышцы, это не очень некорректный пример, просто важно понимать, что мышцы последовательно работают, он бы штангу над груди и до верхней точки поднял бы за какую-то десятку долю секунды. Во-первых, он бы сразу порвал все связки и мышцы, от такого резкого состарта, что и бывает, когда, предположим, такие огромные нагрузки в отличные доли секунды возникают. Например, на старте отрывается махил в сухожили или еще что-то. Вот. Надо, чтобы мышцы включались постепенно, вырабатываться динамический стереотип, даже при быстрой скорой работе, пучки должны подключаться последовательно. На одном этапе, вот как на старте, работают одни, дальше другие, дальше третьи. они наслаиваются одно, подключаются, другое, третье. Производится усиление, синергия. И когда вы уже продавливаете, уже подключаются и мышцы спины, и мышцы живота, пора. И вот, чтобы это все произошло, надо, чтобы сопротивление было не мгновенным, а постепенным. Пусть даже это происходит в какие-то доли секунды, очень короткие, но не мгновенно в месте контакта. Потому что самая разрушительная тема, это не когда по поверхности щелкнут, а когда туда проникли насквозь. И это очень четко показывает такая тема, как камешевария. Вот на разрушение предметов ударами. Если человек обладает сокрушительным ударом, он идет только по поверхности, потому что щелк там по кирпичу, по кирпичу ничего не будет, но, скорее всего, всю эту силу, которую унес, не проносит мимо, он не заносит ее в сами мишени. Поэтому вся сила остается в том месте, где произошла остановка руки. То есть на поверхности с этим кирпичом, стеной, брусом, с доской. В итоге что разрушено будет? То, что менее крепко. Если кирпич оказался крупким, вы промяли на 3 миллиметра, он может и лопнуть. Но если, предположим, это деревянный брус, который хоть немножечко отыграет, вы разрушите, скорее всего, всего себе только руку. Если вы пробиваете насквозь, видите сразу, ну, мишень, вот эту, как бы, точку киме, точку контакта не видите, а видите точку киме за пределами смолки контакта, вы пронесете свою руку насквозь препятствия и даже не встретите никакого сопротивления, не почувствуете воли. То есть, ну, как это люди там разбивают камни, кирпичи, там, доски? Просто они правильно формируют свое понимание, куда нужно направить силу приема, что она должна быть не на поверхности. На поверхности вы разольете с руки. Если вы проносите за пределы точки смолки контакта, а еще при этом умеете в точке контакта руку не напрячь таким образом, чтобы на этом все закончилось, то есть, не сфокусировать свою точку с киме на поверхности, а занести туда дальше, вы не встретите никакого сопротивления, можно ломать большое количество досок, и здесь уже все лимитироваться будет не прочностью ваших ударных смолковых поверхностей, а в первую очередь даже, а силой вашего приема. Ну, конечно, безусловно, и прочность ударных смолковых поверхностей тоже важна, потому что, если объективно то, во что вы наносите прием крепче, чем ваш кулак, конечно, все равно нагрузки не выдержит. Если, по принципиально, кулак деформируется сам намного сильнее, чем способен деформировать смешень, по которой удар наносится, то, конечно, разрушится скорее всего кулак. вот здесь, здесь, конечно, мастерна, опять же, незаменима, потому что постоянное, регулярное пробивание на глубину за пределы точки контакта формирует такую тему, что кулак укрепляется изнутри и становится более крепким. Ну, на этом я, пожалуй, эту тему завершу. Голят, это же люди собираются на пляж. А сейчас я нахожусь в Таиланде в отеле рядом с Тайгинг Кэмпом, в котором занимаются тайские боксеры, которых я тоже учу, кстати, уже теперь работать на Макеваре. Им очень понравилось то, что на Макеваре можно укреплять ударные поверхности голей. То есть, можно работать голем. Они увидели, как можно наносить удары в Макевару со всей силы. Макевара сгреблена на пальму и можно наносить големые удары в Макевару со всей силы. В пальме, в дерево какое-нибудь, то есть, что-то еще нанести удар со всей силы может только очень подготовленный боец. То ограниченное количество раз, то он себе в конце концов садит кожу на ноги. Макевару можно работать практически до бесконечности. Но наносить удары со всей силы сколько есть. Правильно ставя ногу на мишень. Но об этом я запишу в отдельном видео. Всем пока. обязательно подписывайтесь на канал Макевара. На сайт Макевара. И на мой плейлист на ютубе, на моем канале личном. Это канал Михаил Шивос. Там есть плейлист Макевара. Там масса. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова